Итак, на последнем прямом эфире был вопрос о том, что такое акция, облигации и фьючерсы. Давайте о них подробно расскажу. Начнем с акции. Что такое вообще акция? Акция это эмиссионная ценная бумага, при покупке которой покупатель ее автоматически становится акционером. То есть совладельцем компании получают долю в ней. Я, смотрите, пометил здесь в каждом из этих моментов плюсы и минусы и метод их работы. Плюсы акции. Имея долю в компании, вы имеете право на получение дивидендов. Пример тому, Газпром, Сбербанк, Северсталь, Роснефть, Лукойл, Татнефть и прочая российская компания. То есть вам платят дивиденды каждый год или каждый квартал, вы их получаете, вы довольны. Второй момент. Из года в год дивиденды компании растут. На фоне чего растет ее рыночная капитализация. То есть цена за акцию. Условно говоря, вы купили Газпром по 135 рублей, он вырос до 260 рублей. На фоне повышения дивидендов. Вот что такое рыночная капитализация. То есть привилегия здесь в том, что можно продать ценную бумагу дороже, чем закупали ранее. Ну, данный вариант, данный пример я вам, в принципе, сейчас и привел Газпрома. Далее, минусы. Покупая акции той или иной компании, следует обращать внимание на ее фундаментальный анализ. То есть чем компания занимается и рентабельная ее деятельность на рынке. Так как есть риск банкротства, в связи с чем ваши вложения в нее могут исчезнуть. Вот как, например, сейчас ходят люди наши, ходят открывать индивидуальные инвестиционные счета, там, в Сбербанке, в ВТБ, в БКС и там прочее. И куда они идут в первую очередь? Они идут в первую очередь в американский рынок. Зачем они туда идут, я не понимаю, честно. Вообще логике никак не поддается. Там риск бешеный, колоссальный. И что происходит? Там дофига тех компаний, которые находятся на стадии своего банкротства. Там неважно, какие компании. Там есть даже компании, которые из газового сектора, из электросетевого, из ритейлинга и прочее. И вот вкладываясь в них, в них, предварительно не изучив анализ фундаментальный. То есть люди вон открыли ИИС, послушали там блогеров, сказали, типа, о, класс, да, да, слушай, слушай, Иван, это хорошая акция, ну, блядь, надо сейчас за нее залезть там, ух ты. Они влезли, все. И компания там, в основном, говорит, через месяц-два банкротилась. Что с деньгами-то будет? Ничего не будет, деньги потеряются, и все. Просто эта компания у вас исчезнет из вкладки акции, брокерского счета вашего. Исчезнет, и все, иначе банкротство. Значит, обанкротили, и все. Как говорится, прощай, увидимся, не скоро. И поэтому стоит аксессировать внимание на фундаментальном анализе, то есть чем компания занимается и рентабельная деятельность на рынке. Если фундаментал хороший, она рентабельная, например, Газпром, там, не знаю, Сбербанк, Северсаль и прочие компании, там, Сироснефть, Россети, там, Сбербанк, там, не знаю, Магнит, там, господи, Пятерочка, чего угодно. Они рентабельны на рынке российском. В них есть фундамент и идея. И в связи с этим они не обанкротятся. Тем более у них есть доля государства нехилая. Поэтому тоже стоит понимать. Далее, не все компании платят дивиденды, поэтому следует обращать на это внимание в первую очередь. Так как, если деятельность компании на рынке востребована, да, то и прибыль будет расти, и дивиденды также на фоне чего будут расти. И также и рыночная капитализация. Условно говоря, если вы там, не знаю, нашли какую-нибудь компанию, там, которая называется, то есть вы там нашли компанию, там, не знаю, Булочная Баба Валя. Там какая-то там Баба Валя, не знаю, там, у Киевского вокзала там стоит, там, торгует пирожками своими, там, пирожки, пирожки, приходите. А к ней никто не приходит. Вы что, думаете, это ее деятельность рентабельна на рынке? Вы думаете, она получает с этого деньги? Она получает с этого копейки, а не деньги, по большому счету. Ее деятельность нерентабельна. И следствие чего, дивиденды, условно говоря, не будут повышаться никак, по большому счету. Если брать, например, условно говоря, Сбербанк, компания востребована, да. Дивиденды будут расти на фоне роста и прибыли, и выручки, компания. И в связи с тем, будет ее рыночная цена расти на фондовом рынке. То есть, это тоже необходимо понимать. Вот вам фундаментал, конкретика. Там будет еще, снова говоря, Баба Валя, бля, или компания Грефа, Сбербанк. Вот что лучше-то? Ну, конечно, Греф лучше. Далее, облигация. Что это такое? Облигация, это эмиссионно-долговая ценная бумага, при которой владелец имеет право получать фиксированный процент в четко отговоренный срок от лица того, кто ее выпустил. К примеру, это ОФЗ, государственная облигация. Плюсы. Если вы консервативный инвестор, который не желает покупать высокорискованные бумаги, это акции имеется в виду, то для вас привлекет фиксированную доходность. К примеру, ОФЗ сейчас имеет доход до 7% годовых, если вы берете на долгосрок, это 5-10 лет, а то и выше. Но хотя я бы не рекомендовал вам брать на 5 действий, хотя бы максимум на год или полгода, потому что есть более интересные идеи по инвестированию, более прибыльные. Минусы. Доходность облигаций напрямую зависит от ключевой ставки центрального банка. То есть, чем она ниже, эта ключевая ставка, сейчас она ставляет, по-моему, около 7%, если не ошибаюсь. То есть, чем она ниже, тем ниже доход облигации. Чем выше эта ключевая ставка, тем выше доход облигации. То есть, как вклады, например, в банках. Они тоже коррелируют полностью за счет ключевой ставки ЦБ. Чем ниже ключевая ставка, тем ниже процент на вклад в банк. Чем она выше, тем выше процент на вклад. Аналогия ясна. Только вклад в банки – это крайне рискованный момент инвестированный. Почему? Потому что банк может обанкротиться, и агентство по страхованию вкладов вам не факт, что выплатят эти деньги. Потому что не то, что издержки бешеные пошли по выплатам. А ОФЗ вы открыли там инвестиционный счет, во что, не знаю, ИИС, либо брокерский счет. Главное открыть этот счет у нормального брокера, там БКФ, не знаю, Сбербанк, ВТБ и прочее. И уже инвестирует через нормальный брокер, и через которого крайне мала вероятность того, что он обанкротится. Это тоже надо понимать. Метод работы облигациям. По сути, это условный кредитный договор, где вы даете деньги под процент владельцу этой бумаги. После чего он выплачивает вам фиксированных. Представьте себе, например, есть я, как, не знаю, владелец, кто выпустил эту бумагу, да, имел уже срочные деньги, чтобы развивать там какое-нибудь свое предприятие. Я там находишь кого-нибудь там, не знаю, не знаю, Сергея Пантелеевича Мавроди, да, и я говорю, эй, Серега, красавчик очкастый, давайте там облигации. Облигации, ты в них вложишь, а тебе будут платить фиксированный процент. А Сергея Мавроди, например, такой олень, да, который ничего не понимает, не собрался, говорит, типа, эээ, давай, я сейчас разбогатею. В итоге я беру деньги у Сергея Мавроди под, не знаю, 7% годовых, или, допустим, даже под 12% годовых, как некоторые компании платят, которые выпускают облигации. Ну, например, Кубов России платят 12% годовых по облигациям. Вот, я беру эти деньги, как бы займ у него, и ввожу их уже в развитие своего бизнеса. И я этому Мавроди плачу каждый там месяц, либо каждый 3 месяца купонный доход в размере там, ну, 12% годовых, значит, плачу ему где-то там, ну, плюс-минус несколько процентов за выделенный период. Вот, и потом, когда этот год проходит, я Мавроди возвращаю деньги, Мавроди такой счастливый, выходит из дверей моего офиса, имея при этом свой наличный капитал и свой процент. И я остаюсь доволен, потому что я эти деньги пустил в оборот, и у меня бизнес начал развиваться, просто расти. Вот вам пример. То же самое, что здесь, не знаю. Дали государственные деньги в рамках ОФЗ. После получения ваших денежных средств, государство обязуется каждый квартал платить вам купонный доход, процент. Ну, каждый квартал, то нет, скажи, 3 месяца как-то они по ОФЗ платят. Вот аналогия такая вам. Условный кредитный договор, где вы просто платите, где вам просто платят деньги в качестве процента отдельного. И все. Дальше фьючерс. Фьючерс это жесть. Это жесть. Новичкам я не рекомендую им торговать. Это вы просто без трусов останетесь. Поэтому не надо в него лезть. Фьючерс это производный, базовый актив, товар, либо цены бумаги. Плюсы. Высокий процент прибыли, так как сшито в него кредитное плечо. Это также и минус. Об этом поговорим. Второй плюс. Высокая волатильность, что является преимуществом во внутридневной торговле. Спекуляции внутренне. Когда, к примеру, акция стоит в узком боковике, в чем трудно поймать прибыль. Но в то время фьючерс ходит он, так сказать, размашисто. То есть, вверх-вниз, вверх-вниз. За счет чего и формируется ваша дневная прибыль. Также за счет кредитного плеча. Минусы. Данный актив является критически рискованным. Ну, рискование акции. Там в миллионы раз рискование акции. Так как по умолчанию у него что-то кредитное плечо, то есть залог от брокера. В акциях такого нет. Вы, что увеличивает риски, в случае, если цена зайдет не в ту сторону, какую вы рассчитывали. Это по фьючерсу. В акциях такого нет. То есть, в акции вы, грубо говоря, купили. Там какой-то процент акции, например, на 10 тысяч акций Газпрома. Вы стали получить долю в этой компании. Вы все получаете дивиденды и все. Со фьючерсов вы ничего не получите, кроме как разницы курсового разницы. Дивиденды вы не получите. Вы просто получите головную боль. К примеру, один миллиардер спекулянт американский в 18 году сделал ставку на то, что нефть будет стоить свыше 100 долларов за баррель. Но цена с октября по декабрь того года, 18, упала с 86 долларов до 50 баксов за бочку нефти в течение трех месяцев. После чего брокер закрыл позиции данного спекулянта принудительно. Понимаете? Так как размер гарантийного обеспечения, то есть, долго этого, долго, господи, звучит дико, превышал риски. То есть, брокер закрыл его, потому что он сделал ставку на то, что нефть будет свыше 100 долларов, но нефть с 86 начала падать. Он делал ставки по 84, а от 84 и выше. Нефть начала падать. Все. Помните, когда был обвал S&P на 20-25% в том году? И он потерял свои деньги, этот товарищ, миллиардер спекулянт. И все, он теперь бомжут где-то там, не знаю, на центральном вокзале в Нью-Йорке, там подаяние просит. Мол, типа, помогите, помогите, я бывший миллиардер спекулянт. А на него там в лицо ему харкают. Говорит, типа, пошел ты, фраер щекотливый, ты меня обул когда-то. Ну вот, такая вот хрень. Второй момент, фьючерсные контракты действуют ограниченное количество времени, три месяца. После чего тут на экспирацию, то есть запуск нового контракта. В акциях такого нету. Акцию купил и акцию держишь, сколько тебе угу. Хоть там 10, хоть 15 лет, хоть там миллион лет, пока компания существует. Фьючерсы каждые три месяца, они обновляются. Вот. И в связи с этим, если вы не закрыли предыдущую фьючерсную позицию, вот третий момент. В случае экспирации некоторые брокеры закрывают позиции ваши принудительно. Не важно, по какой цене закрывают, просто принудительно. Потому что они обновляют новый фьючерс. То есть запуск нового контракта делается. А некоторые оставляют все как есть. То есть, следствие чего, вы можете на этом потерять свои деньги. Вот там брокер. К примеру, брокер Симон Финанс закрывает ваши позиции принудительно при запуске нового контракта. То есть, выводя деньги на ваш брокерский счет со старого контракта. А какой-нибудь другой брокер, там, какой-нибудь, не знаю, Мавродье Кэпитал, да, он говорит, типа, ааа, пошли вы нахер. Оставляю как есть. И он не закрывает. И вы на этом просто можете бабки себе потерять, по большому счету. Торгую фьючерсами. Поэтому торговать фьючерсами, это дичь полная. Я, например, торговал нефтью в том году, брендом, да. А, в том году, с начала года, по конец, по октябрь, вплоть до обвала рынков. То есть, там, с 60 долларов до 80 дошел. Но это дичь полная. Почему? Потому что вы сидите, как на иголке, как на пороховой бочке. Если цена пойдет ниже той цены, которую вы покупали, вам просто плохо будет. Вам будет очень плохо. Почему? Потому что цена пойдет ниже, вы... Вас просто выбьет нафиг. Вам просто принято закрывать все позиции. Вот. Из-за гарантииного обеспечения. Из-за этого долга, этого вшитого кредитного плеча во фьючерс. Да, есть шанс заработать больше денег, заработать с этого. Но это риск. Это риск колоссальный, чем акции. Лучше вот взяли акцию, не знаю, и ей там спекулируйте, либо инвестируйте. А фьючерс, это дичь полная. Это производный базовый актив товара, либо цены бумаги. Это для профессионалов. Это те, кто на фондовом рынке работает 5, 10, 15 лет. Которые плюют на рынок акций, идут сразу на срочный рынок. Рынок производный, там фьючерсный, то есть срочный фьючерсный рынок, по большому счету. Поэтому метод диверсификации риска в случае кризиса в рамках акций, облигаций таков. Так как страхи вокруг кризиса нарастают, то следует помнить, если вы человек осторожен, то перед кризисом важно, если вы четко уверены в том, что он скоро будет. Нет, если вы уверены четко в этом, диверсифицирует портфель путем вложения 60% средств в облигации, 40% в акциях, так как четкие даты кризиса предсказать никто не может. И акции как рискованные, активы способны принести больше прибыли, чем облигации, где доходность фиксирована. Если вы уверены четко, что, например, завтра будет кризис, то есть послезавтра будет кризис, вы завтра нахрен продаете 60% ваших акций, оставите только 40%, бежите сразу в ОФЗ в облигации, туда вкладываете, и ждете этого обвала, условно говоря. И на этом обвале вы там уже через месяц-два ОФЗ свои продаете и вкладываете уже эти 60% средств в акции. Вот. И уже на дне покупаете акции и потом богатете через год-два. И уже живете на Канарах, на Кипре, где угодно вам, где вот вашей душе угодно жить. Поэтому это не диверсификация, он таков. 60% в ОФЗ или в облигации, 40% в акции. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал об инвестициях. У нас здесь биржевая торговля, аналитика, обзор акций, торговые идеи. Помните, имея выдержку и терпение, вы обречены на прибыль. Вот. И поэтому просто умейте ждать, умейте иметь выдержку, для того, чтобы получать большие проценты по вашим вложениям, чтобы в будущем уже приумножать ваш капитал. На этом все. До свидания.